Евгений Сатановский в телеграм канале. Заметка 486. Пункты в Америке в ближайшие 300 лет так или иначе будут от него зависеть. Как именно? Не важно. Тут надо спросить у Сандерса. Кто кто? А он это точно знает. Не ясно правда почему Путин, раз он такой могущественный, должен обратить внимание на Сандерса с его грозными интервью. Нет, Вермонт конечно штат хороший, лесистый. Солженицын, к творчеству которого ВВП относится положительно, там жил, но не до такой же степени. На самом деле Сандерс прав. От выборов в Соединенных Штатах стоит держаться как можно дальше из чисто гигиенических соображений. Более грязной, дурнопахнущей, гнусно выглядящей, потлой и мерзопакостной кампании, чем американские выборы, мир не видел. Напоминает отстойник нью-йоркской канализации после урагана, затопившего местную подземку со всеми ее крысами. Только местные партийные активисты, впадающие в экстаз от появления на публике престарелых кандидатов в президенты, впавших задолго до начала борьбы за Белый дом в маразм, выйти из которого им уже не суждено, способны без видимой брезгливости соприкасаться с этими выборами. Ну, да у них работа такая. Ассенизатор тоже к фекалиям принюхивается. Да и на свинофермах навоз в выгребной яме не духами пахнет. Такая специфика жанра, опять же, исходя из чистой логики. Если в китайском Ухане бушует коронавирус, от него все стараются держаться подальше, вводя карантин, как и положено делать с любой эпидемией, если в Америке выборы. Далее понятно, по аналогии с коронавирусом. Мы от них и так при горбии их вариантом демократии заразились. Никак вылечиться не можем. Так что Трамп, там будет демократ какой-нибудь, его сменит или еще какая хвороба нам по барабану. Все равно никакого профита. Ни стране, ни Путину. Что до Сандерса? Ну, хочет этот конкретный алтер-какер на фоне всех остальных шлемазлов как-то выпендриться. Имеют право. Может, президент и выйдет. Чего неизвестно. Вряд ли США. Но хоть чего-нибудь. Ему же наверняка все равно. Евгений Сатановский в телеграм-канале. Заметка 486.